Всем привет! Буду снимать день из жизни. Сегодня у нас четверг, 23 марта. Нашла здесь тихую точку и тихий момент, когда можно начать снимать видео. Предыдущие несколько дней не снимала, потому что у нас тут образовался некий лазарет. Я заболела каким-то образом, вообще непонятно где нашла себе ОРВИ. После меня Богдан заболел, сейчас он сидит дома пока что. Вот с Вика и тфу-тфу-тфу всё в порядке. Я надеюсь её защищают антитела в моём молоке. Но она, конечно, тоже может заболеть, только надеюсь, что в лёгкой форме. Мне кажется, небольшой насморк у неё всё-таки есть. И каждое утро у нас, как назло, просто уже задолбало с 9 часов, как по расписанию, воздушная тревога. И нет уроков. И я уже молчу про недавние обстрелы беспилотниками, с жертвами, с разрушениями. Конечно, очень это всё напрягает. Я занималась утром Викой. Сейчас у нас, кстати, 11 часов, но день у меня начинается обычно в 5 утра. Потом он прерывается, мой день на сон утренний. Вот, так что сейчас у меня такая вторая фаза дня. Я положила Вику спать. Сейчас полдвенадцатого дня. Закончилась воздушная тревога. Сейчас у Богдана будут уроки. А я сейчас буду заниматься своим регулярным делом. Просто моё какое-то второе хобби появилось у меня. Буду сцеживаться и пить чай лактационный. Лактофитол, который я показала в прошлом влоге. И, к слову сказать, пока что мы на грудном вскармливании без докорма. Мы были у врача. Пока нас оставили на грудном вскармливании. И нам нужно будет в месяц показаться на контрольное взвешивание. И там ещё будут пересматривать. Но пока мы вес потихоньку набираем. Поэтому пока не докармливаем смесью. А в понедельник нам к педиатру. Я не хочу ничего говорить. Там получилось у нас сохранить грудное вскармливание. Не получилось. Потому что в любой момент что-то может поменяться. Бывают дети и после трёх месяцев вдруг перестают набирать вес. И уменьшается количество молока. Вот, это какая-то такая тема. Нестойкая, очень шаткая. Поэтому просто говорю, что на данный момент вот так. Вот, на данный момент мы пока что на грудном вскармливании полностью. И нам опять на контрольное взвешивание. Вчера готовила вот такой вот весенний овощной суп. Полную кастрюлю приготовила. Но после вчерашнего нашествия варваров здесь осталась одна четверть. Поэтому вот я вам показываю остатки супа. Классный суп получился. Это я вчера выходила с Викой гулять. Мы заходили в АТБ. Я купила пачку овощей. Ну, таких самых стандартных. Спаржа, цветная капуста, брокколи, морковка, лук, горошек зеленый. И просто это все в суп высыпала. И картошка, капуста там. И тефтели. Тефтели. Точнее, не тефтели, а фрикадельки. Фрикадельки из свиного фарша. Глобина. Я сейчас не перекручиваю фарш сама. Да и до родов я редко перекручивала. Зачастую то лень, то нет времени. Фарш Глобина более чем устраивает. И вот такой вот у нас был супчик. Сегодня мы с Богданом будем обедать этим супом. И так как он в скором времени закончится, сегодня нужно будет готовить что-то новое. Пока Вика спит, я сделала запас молочка на вечер. Сейчас поставлю его в холодильник. Я так стараюсь подготовить так побольше молока на вечер для кормления в бутылочке. Потому что так получается, что Вика вечером много ест, в смысле много раз перед отходом ко сну. И я всегда стараюсь заготовить вот запас молочка на вечер для докорма. Почему? Потому что вечером у меня много дел по дому. Приходит муж с работы, я кормлю там всех ужином, потом еще нужно купать Вику, делать какие-то домашние дела, загрузить посадомойку и все такое. В общем, как-то много вот такой вот рутины. А Вика много хочет есть вечером. Вот она хочет так вот постоянно подъедать, подъедать, подъедать. И тогда мне приходится целый вечер просто как бы кормить ее. А так муж приходит, он с ней может повозиться, поменять памперс, поиграться. И я ему даю бутылочку, он ее докармливает. И таким образом у меня получается как бы больше времени на какие-то домашние дела. Поэтому вот когда мне удается нацедить 100 мл хотя бы на вечер, то это очень хорошо. Сейчас я отправлю эту бутылочку в холодильник. Так, мы сейчас будем обедать с Богданом. На обед у нас, соответственно, супчик вот такой вот. Богдан у меня любит погуще. А я больше люблю жижу. Девчонки, кто смотрит мои обзорные видео типа пустых баночек и покупок и все тому подобное, я решила пока что сделать некоторые изменения в этом формате. Дело в том, что очень сложно мне снимать обзорные видео, практически нереально. И из-за Вики. Поэтому я буду во влогах просто показывать вот периодически, что я купила или что у меня закончилось, какие продукты у меня закончились, какие средства. Вот, буду показывать, так скажем, дозирован. Вот сейчас, так как до покупок у меня дело не дойдет общего характера в видео, я вам покажу, что я купила для ухода за волосами. Это еще было при беременности. Средства украинского производителя. И в просторе я увидела вот средства торговой марки Фортес. Производится в городе Украинка, в Киевской области. По ценам они не очень дорогие. Около 100 гривен каждый такой вот тюбик. Я купила шампунь, купила бальзам и купила, соответственно, маску. Маска у меня, кстати, уже закончилась. Я выбрала линейку для окрашенных волос. Это было еще после покраски. Шампунь у нас содержит лецитин, депантенол, витамин Е и ультрафиолетовые фильтры. Я посмотрела в составе. В составе находятся все эти составляющие, начиная с середины списка. Шампунь сульфатный, то есть тут содиум лаурет сульфат не сушит. По поводу сохранения цвета не знаю. Сложно сказать. Блыска, тазахист колеру. Хороший шампунь мне понравился. Я им с удовольствием пользуюсь. Он не сушит волосы. Он их нормально промывает. 400 миллилитров нормально, более чем нормально. Бальзам тоже самое для фарбованного волосся. Тоже лецитин, депантенол, витамин Е. Бальзам как бальзам. По ощущениям, как более-менее качественные бальзамы из масс-маркета. Маска мне показалась очень похожа на бальзам. А с маской у нас довольно-таки странная ситуация. Все дело в том, что маска по текстуре и по ощущениям, по эффекту очень сильно похожа на бальзам. Практически один в один. Разница только в том, что маска у нас в объеме 200 миллилитров, а бальзам у нас в объеме 400 миллилитров. Соответственно, получается маска дороже. Но если мы посмотрим состав, а я посмотрела специально составы бальзама и маски, он абсолютно идентичен. Составы у этих двух баночек абсолютно идентичны. Поэтому это небольшой такой, знаете ли, маркетинговый ход. Поэтому экономим и покупаем бальзам. Я почему сегодня не показываюсь в кадре? Потому что если бы вы увидели, какая у меня грязная голова, то мое видео набрало бы миллиард дизлайков, наверное. Поэтому я планирую исправить эту ситуацию. И пока она не проснулась, я вот буду использовать такой шампунь, соответственно, такой бальзам. Покажу вам уже заодно, что я использую в дополнении. Глизкур, несмываемый кондиционер. Классика жанра, да. Это я мужа попросила после родов купить мне двухфазную несмывайку. Он мне купил. Дальше у меня остатки термозащиты от Avon. Не знаю, когда я буду делать заказ Avon. Термозащиту такую использую. И масло для кончиков. У меня это тоже Глизкур. Да, судя по оформлению бутылочек, это из одной линейки. А вот у меня такое масло. Использую для кончиков, да и чуть-чуть для длины. Вот такой вот у меня сегодня будет набор для волос. Разоблачение просто века. По одинаковому составу, но по дорогой цене. Я сделала салат нам с Богданом. Сейчас 4 часа дня. Днем будем есть салат. Ну, как обычно, пекинская капуста, помидор, фета, без зелени. Все, будем сейчас съесть салат. Заправила салат подсолнечным маслом. Вот такой вот получился. И будем сейчас его есть с Богданом. Поставила варить картошку на пюре картофельное. Целую кастрюлю нарезала картошки, чтобы хватило на пару дней. Картошка сварилась. Буду сейчас уже мять ее в пюре со сливочным маслом. И молоко разогрела в микроволновке. Я, кстати, больше люблю добавлять сметану. Но почему-то у меня иногда прокисает, что ли, немного картофельное пюре. Видимо, потому что холодную сметану в горячую картошку. Если пюре не сразу съедаешь на несколько дней, то чуть спустя появляется такой какой-то кисловатый привкус. Поэтому я решила молоко горячее добавить. Ну и масло сливочное, само собой. Сейчас буду переминать все. Все, картошечка готова. Такая аппетитная. Тут у меня, в общем, Вика в автокресле на кухне. У меня такая супер креативная игрушка. Сегодня попросила маму купить подвеску, чтобы на ручку вешать. А сейчас положила туда подставку зеленую. Она на нее залипает. Вот, а я пока... Я сейчас еще хочу приготовить яблоки печеные в мультиварке. Наш Викусик уже заснул. Все, яблоки положила в чашу. Посыпала сахаром. И сейчас на полчасика на программу выпекания. Дальше они сами готовятся. Наши яблоки уже готовы. И сейчас я хочу еще пожарить вот такие вот овощи на сковородке. Сумешу, учила, волк. Очень нравятся нашей семье эти овощи. Именно вот этот вот вид. Вот такие овощи. Тут грибы, спаржа, кукурузка такая маленькая. Перец, морковка. И, кажется, все. И лук. Ну, очень вкусная смесь. Классная такая весенняя. Смесь. Все посолю и буду жарить. Да, забыла сказать, что это овощи марки Своя линия. Это в АТБ продаются. 400 грамм. Вот такая вот смесь. Овощи у нас уже доготовились. А я сейчас буду варить сосиски. Это ранчо съел увлеченную. Всем нам. Это ужин сегодняшний. Еще есть грибочки, которые я купила вчера в АТБ. Шампиньоны маринованные. Своя линия тоже откроем, когда Женя приедет. Кошка уже ужинает. Чапкает там. Мы уже с Богданом будем ужинать сейчас. Вот наш сегодняшний ужин. Женя уже тоже приехал, но он будет позже ужинать. Итак, у нас уже вечер. Где-то полодиннадцатого вечера. Я сижу, кормлю Вику. Я вот так сажусь ее вечером кормить. Но в кроватку после кормления я ее могу вечером положить далеко не всегда. Если днем это более реально, то вечером из-за таких возрастных проблем с животом не всегда это получается. Чаще всего она ест, потом засыпает. Но я ее держу на руках, когда она после еды заснула. И она засыпает. И периодически начинает кряхтеть и изворачиваться, как червячок. С периодичностью какой-то. Хоть она и заснула, но класть ее в кроватку не имеет никакого смысла. Потому что через минут 15-20 она проснется и будет плакать. А когда я на руках ее держу, и она начинает извиваться, то я ее так придерживаю, успокаиваю. Она от тепла согревается как-то и продолжает спать в полудреме. Поэтому, когда я вижу, что она периодически извивается во сне, я ее не кладу в кроватку. И просто вот так с ней на руках сижу. Тоже начинаю дремать обычно и тоже засыпаю. И только ночью, где-то в часа 2 ночи обычно, я просыпаюсь. Если так происходит, что я проснулась. И я смотрю на часы, что уже 2 часа ночи, полу второго. Это значит, она уже длительное время спит. Это значит, что уже у нее глубокий сон. Ее ничего не беспокоит. И только тогда, посреди ночи, я ее беру, перекладываю в кровать. И сама укладываюсь. И тоже сплю. И бывает такое, что и после утреннего кормления она начинает так вот крутиться. Недавно было такое, что до 2 часов ночи мы так сидели. Потом 3 часа сна. И потом с 5 часов я опять с ней сидела на руках до утра. Ну, как бы бывает полегче. Бывает, что утром нормально все. Бывает даже вечером пораньше. Засыпает нормально и я ее перекладываю. Вот. Так что сейчас буду уже с вами прощаться. Такой вот получился сегодняшний влог бытово-мамский. Всем огромное спасибо за внимание. Всем пока-пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok